Магистр Успешность такого опыта позволила уже с этого года внедрить систему на постоянной основе для всех правовых вузов страны. А сегодня Одесская Юрокадемия стала главной площадкой для проведения совещания, посвященного этой теме. И это совсем не случайно, ведь Юсейд отметил Юрокадемию международным сертификатом качества образования по итогам проводимого здесь независимого оценивания уровня подготовки будущих специалистов. Сегодня такой знак качества есть только у трех украинских вузов. Мы всегда были открытым вузом, и как отвечает Сергей Васильевич Кивалов, он говорит, что мы должны быть открыты, мы должны показать, что у нас есть, и должны интересоваться, что есть у других. И брать из них тоже лучшее, но лучшее, когда берут у нас. Мы считаем, что образование должно быть высокого уровня, и юристы сейчас это очень ценная специальность, потому что их может быть много юристов, но хороших специалистов будет всегда недостаточно. Мы хотим воспитывать только юристов высокого качества. Уже не первый год процессу реформирования и развития образовательной системы Украины оказывает поддержку международный проект Юсейд. Его представители отмечают актуальность качественной подготовки юристов. Без нормальной юридической обучения, без высокого качества юридической обучения, напевно, не можно ожидать качественного судебного корпуса, не можно ожидать качественного правосудия. Само с этой причиной, еще несколько лет назад, на тот же время это был проект Юсейд «Справедливый правосудие», начало давать международную техническую поддержку, для того, чтобы повысить качество юридической обучения. Студентам презентовали концепцию новой системы тестирования знаний, основанной на разработках ведущих специалистов права с учетом опыта ранее проведенного эксперимента. Пробные тестирования проводились выборково и получили позитивное оценивание. Поэтому я абсолютно уверен, что, спираючись на опыт проведения ЗНО, мы сможем очень эффективно провести вступ до вищих навчальных закладов на специальность права, саме за новой технологией. Технология внешнего оценивания очень похожа на основное тестирование, то, что мы проводим ежегодно, тут особенных отличий нет. Реестрация продолжает с 12 до 25 липня. Саме тестирование будет проведено 3 серпня о 10 часов, то есть уже 9.50 закроются двери пункта тестирования, все участники хотят зайти до пункта тестирования. В Одесской юрокадемии считают, что их студенты успешно справятся с предстоящим тестированием, так как ВУЗ уже обладает необходимым опытом как подготовки будущих магистров, так и проведением самого тестирования. В университете специально был создан отдел тестологии, а также отдел оценивания качества образования. Мы обладаем уже определенным опытом. Этот опыт свидетельствует о том, что того времени, которое выделялось на решение соответствующих трех блоков задач, это, напомню еще раз, юридические дисциплины, шесть базовых дисциплин, сокращенно, назовем, логика и иностранный язык. То время, которое выделялось на все три этих блока, было вполне достаточным для того, чтобы студенты показали максимальные результаты. Уже 3 августа каждый желающий сможет проверить свои знания, необходимые для обретения научной степени магистр. Впереди у ребят почти два месяца кропотливой подготовки к тестированию, а помочь им в этом могут курсы для будущих магистров, которые проводятся подготовительным отделением Юрокадемии.